Конкурс капитанов стал первым испытанием для участников открытого кубка кластера интеграции технологий по лазер-тагу, который состоится в Заречном 10 сентября. О желании поучаствовать в соревнованиях заявили 10 команд. Мы провели жеребьевку команд, распределили их на две группы, так как заявилось 10 команд, достаточно большое количество участников. Это первая наша была задача сегодняшняя, а вторая – провести инструктаж с капитанами команд и рассказать им о правилах и гламенте игры. И третье – это провести конкурс капитанов, чтобы каждый попробовал себя в стрельбе из оружия для лазер-тага и стрельбе из лука. Каждому представителю команды нужно было поразить мишень из оружия для игры в лазер-таг с трех дистанций и выполнить три выстрела из лука. Со стрельбой из оружия ни у кого проблем не возникло. Все капитаны команд поразили цель. А вот стрелы, выпущенные из лука, порой мишени не достигали. Самым метким оказался Дмитрий Куманин. Он был точен в стрельбе и из оружия, и из лука. Как вы считаете, что вам помогло победить? Это везение или все-таки сноровка? Это все то, что заложено с нас с детства. Это наши тренировки с детства. Мы – это то, что мы в детстве чем занимались. Организаторы первого городского турнира по лазер-тагу призывают всех зареченцев прийти и поддержать команды 10 сентября. Кроме того, все желающие смогут и сами поучаствовать в состязаниях, которые будут проводиться на различных площадках, открытых в Центральном парке культуры и отдыха. Будет возможность также пострелять из лука, пострелять из оружия для лазер-тага, поиграть в пинг-бол, дети будут заняты аниматорами, можно будет попробовать себя в логических играх, в различных головоломках Рубика. И сыграть в пинг-понг на удачу. Это такой обычный стол для пинг-понга, но играть придется тем, с какой жребий вы вытянете. Открытие Кубка кластера интеграции технологий по лазер-тагу состоится 10 сентября в 10 часов в Центральном парке культуры и отдыха «Заречье». Субтитры создавал DimaTorzok